Приветствую друзья на канале Каска. В этом видео вы узнаете как слегка повысить фпс в Лиге Легенд, а также избавиться от лагов и фризов. Пройдемся по настройкам игры. Расскажу как ее сделать более комфортнее, особенно после доты. Ну и конечно же затронем качество графики, что на что влияет и за что отвечает. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Так что это такое? Снова пинг под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с тобой полезной информацией, как можно понизить пинг для более стабильной игры. Есть такая программка называется Gear Up Booster, поддерживает большое количество игр. В том числе Лига Легенд, Дота 2, КСК и много других. А пользоваться ей очень просто. Выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Ищем то, что нам подходит и нажимаем подтвердить. После этого заходим в игру и наслаждаемся стабильным пингом. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. Многие уже пробовали и остались довольны результатами. Напишите в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем с лаунчера Лиги Легенд. Нажав на шестеренку, перейдя на вкладку «Общее», мы можем включить для слабых систем режим низких требований, тем самым убрав лишние эффекты. Подходит для тех, у кого тормозит лаунчер или имеются задержки. Закрывать клиент во время игры. Я обычно ставлю всегда, но вы можете выбрать при необходимости. По факту он не сильно нагружает систему, но у меня до сих пор осталась привычка, когда я играю, все должно быть закрыто. Браузеры, текстовые документы, телега, дискорд. Чтобы был максимальный фокус в компетитив играх. Галочку с отправки сообщений о вылете я убрал. И плюс поставил разрешение самого клиента на 1080p. Отключаем киберспортивные уведомления. Убираем галочку с фильтра языка. Маты должны быть обязательно. Звук. Меня очень сильно раздражают все звуки в лаунчере. Почему-то мне они неприятны и режут уши. Любой по меню переход или принятие игры для меня прям трагедия. Поэтому звук я решил полностью убрать. Если во время поиска мачо вы бегаете куда-то покурить, то лучший звук частично, но оставьте. То, что касается самого клиента, по сути все. Остальные настройки лучше дергать уже в самой игре. Покажу то, что упростит игру многим бывалым игрокам в схожем жанре, а также новичкам. Возможно, вам придется чутка приноровиться. Но со временем вы поймете, что все это было не зря. Перейдя в настройки, ищем игра и опускаемся в самый низ, чтобы поставить галочку на применять умения на максимальной дальности. Находясь в файте, это ускорит применение тех или иных способностей, избавит вас от лишнего передвижения и научит чувствовать ренджу героя. Чтобы ускорить еще быстрее применение способностей, нужно включить квиккаст. Есть ролики на ютубе, которые наглядно показывают сравнение квиккаста от обычного применения. На вкладке звук снова же я уменьшаю громкость и отключаю музыку. Интерфейс. Тут все просто. Делайте настройку по своему удобству. Порекомендую только то, что масштаб интерфейса пока лучше оставить на сотки, чтобы могли изучить способности, видеть количество хп и маны. В будущем при желании можно понизить, допустим до 60. Масштаб курсора я уменьшил до нуля. Мне так привычнее после доты. А вот уже масштаб миникарты увеличил. Мне она показалась очень маленькой. И когда ты новичок, крайне тяжело уследить, что происходит. И самое главное не забудьте в себе натренировать эту привычку. Постоянно следить за миникартой. В доте к тому же я еще повышаю размер иконок самих героев на миникарте. Но в Лиге Легенд такой настройки не нашел. Отключил некоторые уведомления и конечно же обязательно выставил миникарту с левой стороны. Прошу прощения лоллеры, но после доты, особенно 2012 года, карта воспринимается только с левой стороны. Чистая привычка. Еще одна моя небольшая рекомендация. Выбрать имя чемпиона. Чтобы как можно скорее запомнить героя как визуально, так и по способностям. Так как я не вижу смысла в просмотре ников игроков. Ну и наконец-то вкладка видео. Разрешение экрана лучше всего оставить по умолчанию. Иначе при понижении, да, вы получите чуть больше фпс, но потеряете в качестве картинки. Оконный режим. Я выбираю без рамок, так как Windows 11 умеет оптимизировать такой вид отображения. Обязательно отключаем дрожание экрана. Ограничение частоты кадров в лочке на 240 или под герцовку своего монитора. Потому что если выбрать без ограничений, тогда игра будет идти рывками. Сглаживание повышает качество изображения, делая картинку более сглаженной. На фпс никак не влияет, как собственно и визуальная разница никакой нет. Вертикальная синхронизация предотвращает разрыв картинки. Не рекомендую включать, так как из-за этого параметра может увеличиться задержка. Параметр скрыть декоративные элементы, как вы уже могли догадаться, отключает весь декор. К этому относятся любая живность, листочки, эффекты воды и даже огня. Кушает около 20% производительности. Это кстати единственный параметр, который так сильно влияет на фпс. Для серьезной игры в компетитив, рекомендую отключить весь декор. А также качество эффектов поставить на очень низкое. Качество персонажей отвечает за детализацию как героев, так и миньонов. На производительность никак не влияет. Рекомендую очень высокое. Качество окружения отвечает за разрешение и детализацию ландшафта и всего остального. Очень сильно влияет на погружение, да и вообще читаемость, что происходит на карте. Переход с очень низкого качества на очень высокое скушает около 5% производительности. Рекомендую как минимум среднее. Качество эффектов отвечает за все эффекты, генерируемые игрой. Огонь, способности и различные декоративные элементы. Кстати, стрекозы тоже пропадут, если мы поставим ниже, чем среднее качество. На ваше усмотрение. Как по мне, не сильно важный параметр. А в каком-то замесе, когда используется куча способностей, это может нехило так повлиять на производительность. Рекомендую не выше, чем среднее. Качество теней отвечает за разрешение теней абсолютно всех объектов и персонажей. Переход с очень низкого качества в тот до среднего никак не повлияет на производительность. Рекомендую низкое, может быть даже среднее. С настройкой игры мы закончили. Если вам необходимо слегка оптимизировать Windows, тогда погнали со мной на рабочий стол. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусти, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Во-первых, ребятки, все эти настройки, которые я сейчас покажу, работают как на Windows 10, так и на Windows 11. Во-вторых, далеко не всем может помочь. Кому-то сделать даже хуже. Начнем мы со схемы питания. Нажимаем поиск, пишем. Панель управления, электропитание, показа доп. схемы и ставим галочку на высокая производительность. Как включить максимальную производительность, чуть позже покажу. Переходим в папку с игрой. Опускаемся в самый низ и находим три приложения Лиги Легенд. Нажимаем Pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию весь экран. Далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. То же самое делаем с клиентом UX и UX Рендер. Что такое, за что она отвечает, можете загуглить, либо поставить мои предыдущие ролики. Я уже объяснял. Мы же копируем путь к самому приложению. Нажимаем Pkm, копировать, закрываем, нажимаем поиск. Пишем настройки, графики, обзор. Вставляем наш скопированный путь и Лига Легенд добавить. Нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность. Хорошо работает на ноутбуках и у тех, у кого две видеокарты. Далее нажимаем параметры графики. Если у вас есть поддержка аппаратного ускорения, тогда мы ее включаем. Оптимизация для игр в оконном режиме. То же самое, конечно же, включаем. Переходим в мой компьютер, нажимаем Pkm, свойства, доп. параметры системы, быстродействия, параметры. И тут у нас кое-что есть интересное. Если у вас система очень слабая, можете поставить на обеспеченное лучшее быстродействие. Анимации отключатся, шрифты поменяются, будут более пиксельные. Для шрифтов можем включить галочку на неровности экранных шрифтов. Либо же сделать как я. Отключить чисто тени под мышкой, различные эффекты и так далее. То есть вот то, что я оставил. Нажимаем Pkm на пуск. Диспетчер устройств. Опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем Pkm и отключить устройство. Далее нам необходимо слегка настроить, а также оптимизировать нашу видеокарту. Если у нас видеокарта от NVIDIA, нажимаем Pkm на рабочем столе. До параметра системы. Панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D. И здесь у нас есть два варианта. Сделать настройку на глобальных параметрах. Это затронет абсолютно все игры. Либо перейти на программные настройки. И сделать отдельную настройку для Лиги Легенд. Выбираем программу. В нашем случае Лига Легенд. Если ее здесь допустим нет. Нажимаем добавить. Ищем уже здесь. Здесь у нас скорее всего есть. Если нет, нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. И Лига Легенд. Клиент. Открыть. Делаем следующее. Анзотропная фильтрация. Я оставляю управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Представление Vulkan OpenGL. Выбираем цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Режим низкой задержки. Ультра. Режим управления электропитанием. Режим максимальной производительности. Совместимость с OpenGL. Выбираем приоритет совместимости. И сам внизу. Фильтрация текстур. Качество. Выбираем высокая производительность. Анзотропная оптимизация и трилинейная оптимизация. Включаем. И нажимаем применить. Для тех, у кого видеокарта от AMD. В моем архивчике, который находится у меня в телеге. Можете его качать. Можете не качать. По желанию. Тут же у нас есть схема питания. Копируйте команду. Нажимаем Ctrl плюс C. ПКМ на пуск. Windows PowerShell администратор. Либо командная строка. И нажимаем, допустим, Ctrl V. Если не нажимается. Нажимаем просто ПКМ и Enter. И у нас добавляется схема питания максимальная производительность. Открываем ее уже вот здесь. Тут же у нас есть MSI Mod, твики реестра, очистка различная. И настройки видеокарты. То, что нас интересует. Твики реестра. Все просто. Нажимаете ПКМ. Открыть либо слияние. То есть, пускайте, как обычное приложение. Это отключает DVR. Это делает отзывчивость системы. А это системный приоритет. Если нужно будет вернуть. Есть бэкап файлов реестра. Все это возвращаете. Иногда помогает. Иногда делает хуже. Тут не угадаешь. Только проверять лично. Переходим на настройка видеокарты. AMD Radeon. И здесь у нас есть картиночки еще старенькие. Потому что AMDшка я давно уже не пользовался. Выбираем киберспорт либо игры. Качество фильтрации текстур. Производительность. Режим тесселяции. Переопределить настройки приложения. И максимальный уровень тесселяции отключить. Нажимаем поиск. Пишем. Параметры. Режима игры. Режим игры оставляем включенным. Запись. Все, что здесь будет у вас указано. Ставите на минимальное значение. Геймбар обязательно отключаем. Если у вас Windows 10, переходим на конфиденциальность. Фоновые приложения. И буквально в два клика отключаем все фоновые приложения. Масхев используем. Для Windows 11 нажимаем поиск. Пишем. Изоляция. Ядра. Целостность памяти. Конечно же отключаем. После всех этих настроек залетаем в Лигу Легенд. И наслаждаемся. Если не высоким FPS. То по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.